Проверить свою физическую подготовку, оказать первую медицинскую помощь и пройти исторический тест. Все это ждало участников муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В ней приняли участие больше 50 школьников. Как команды справились с заданиями, узнала Анастасия Кладинова. В первую очередь это наша традиция. И такие игры проводились всегда в нашей стране на протяжении десятков лет. Дорогие ребята, я желаю вам сегодня испытать, еще раз повторюсь, испытать себя, стать крепче, тянуться за старшими товарищами, ну и набираться сил. «Зарница» проходит в Люберцах уже не первый год. Это состязание всегда привлекает большое количество участников. Военно-патриотическая игра никогда не теряет актуальности. Вы здесь, помимо всего прочего, узнаете, что такое братская помощь. Плечом к плечу вы будете проходить испытания, где самое главное будет взаимовыручка. Игровые остановки расположились по всей территории Дворца спорта «Триумф». Задача не только показать физические способности, но и продемонстрировать скорость в сборке и разборке автомата Калашникова. У половины есть опыт. Мы проходили Олимпиаду по ОБЖ и запомнилось. А у остальной половины, ну, не совсем есть опыт в этом. Первый раз. Мне это может пригодиться, к примеру, в армии, либо кто-то на военное идет и может тоже пригодиться. Настоящий защитник не только обладает силой и храбростью, но и знает историю своей страны. Для проверки знаний команд организована викторина, а оказание первой помощи – задача не из легких. Сделать спасательную петлю, чтобы помочь раненому товарищу. Я и моя одноклассница, напарница, мы делали спасательные петли на живых людях. Я думаю, конечно, это поможет каждому человеку, ведь мы не знаем, какие ситуации могут с нами случиться. Ведь в руках не каждый унесет человека, а если сделать такую петлю, мы сможем спасти чью-то жизнь. Игра каждый год отличается заданиями, но неизменным остается одно – формирование. У детей – гражданской сознательности и патриотизма. Когда вы выполняете любой строевой элемент, должно соблюдаться положение строевой стойки. А именно, видите, подбородочек поднят, пальцы полусогнуты. Большим пальцем прижали сверху, прижали руку по центру бедра. Туловище чуть подано вперед, плечи развернуты. Это дисциплинирует в первую очередь. Ну и, конечно же, эта команда, это патриотическое воспитание. Они учатся взаимодействию, дисциплине, порядку. Ну и, конечно же, подготовки. И исторические у них эстафеты проходят, и спортивные эстафеты. Все это пригодится в жизни обязательно. Всего школьники прошли 8 игровых этапов. В Зорнице участвовали ребята от 11 до 17 лет. А больше всех баллов получила команда «Люберецкие кадеты». Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.